всем привет пока наши артисты греть свои булки на морях и океанах мы находимся в москве они приедут через неделю и конечно мы будем радовать вас новыми выпусками веселыми но сегодня я не смог пройти мимо одной истории очень тронувший меня дело в том что идет очень большое обсуждение в соцсетях был эфир на первом канале в пусть говорят все сделала так чтобы я забеременела после этого я был просто обязан тележит актер александр галарина вырос но сорян как бы я не готов стать папой вы заблудились вообще по жизни что вы любите александра я люблю его и мою дочь но намек прямой что ты сделала аборт нужно что-то делать они на ней я не готов его стукнула тут приезжает откуда ни возьмись настя будет я вот решила вот у меня такое предложение заткнуть как бы тебе рот своей помощью передайте и чтобы она вымыла унитаз пожалуйста бред сумасшедший оказывается подавать на алименты это стыдно и тебе потом будет очень херово саш а сейчас я расскажу вам что нужно сделать чтобы выиграть 10 тысяч рублей у актера александра галарина родилась дочь он почему-то не хочет ее признавать не хочет помогать матери ребенка мы сегодня все знаем из первоисточников потому что очень мало информации интернете настоящие люди не знают что на самом деле произошло мы вам об этом расскажем это очень интересно и поймем а при чем здесь настасья самбурская так как у нас нет сегодня подарков от звезд мы обязательно разыграем себе 10 тысяч рублей чтобы выиграть эти деньги я обязательно расскажу вам в ролике что нужно для этого сделать поэтому мы начинаем вот сам первоисточник светлана белогурова мама прекрасной оливии она же диджей она же танцовщица тодоса она же профессиональный визажист свет привет я хотелось бы лоб сразу же услышать самое начало если кто-то этой истории еще не слышал хотя не знаю таких мало девушка который утверждает что из-за своей доверчивости стала жертвой знаменитого актера скажи пожалуйста как вы познакомились с ним сколько вы общались до рождения ребенка вы же не просто переспали первый день начни просто чтобы эту историю обновили действительно саши познакомились кино я была гримером актером после этого я был просто обязан тебе жениться и закрутился у нас роман я была на первом канале вы любите александра я люблю его и мою дочь это мое самое главное сокровище в жизни я его не люблю вы говорите первый канал это вообще по-другому интерпретировал поэтому здесь я постараюсь сказать правду все было красиво так как оно должно было быть после фильма когда мы приехали в москву приглашал меня на свидание и объяснялся мне в любви у нас не было такого что мы увиделись пока пока и до свидания ты вообще помнишь именно ту ночь когда ты думаешь произошло вот зачатие да в момент секса все сделал так чтобы я забеременела я не знаю в конце пошутил вашей маме взять не нужно сказал типа ну чё ты паришься да я вот остановила это чё делаешь сейчас то есть его предупредила что это все опасно я не просто предупредила его стукнула ты то есть там не собирала сперму и запихивала в себя как люди его стукнула он когда ты понимаешь что ты вообще творишь он то что ты расслабься ну чё ты дети красивые будут посмотри на себя посмотри на меня тем самым он тебе как бы зеленый свет дал честно я не думала что я забеременею ну правда то есть как бы понятно у меня как-то не было там как спать со звездой в итоге получается что ты никакой каверзный план потому что забеременеть от звезды естественно него не было это был нормальный роман и ты вообще сама-то была готова к рождению ребенка или не запланировано долгожданный я ему и ребенку очень обрадовалась но и мне было страшно он когда узнал то есть он сразу же сказал я не готов но намек прямой что ты сделала аборт вообще он сначала упал на колени все ему дала конверт он открывает не на что это я это хгч цифры это то есть я беременна и он упал на колени такой да ну ладно а потом он поднялся такой не подождите нет нет тут не то нет нужно что-то делать они на ней я не готов и может быть через год и я не готов у всех разные реакции это нормально а вот в итоге ты приняла личное же решение нет он через через день приехал понял что я приняла решение и сказал что ну окей я понял что с тобой бороться бесполезно но что тогда нужно значит рожать в тот момент он наоборот говорил что значит нужно поехать тебя к родителям моим отвезти ну не знаю знакомить что что будешь жить с нами тогда я с вами жить да он сказал типа я не готов как быть как отец воспитывать его но в плане помощью конечно он был это чего я думаешь я мудак я же видел эсэмэски которые которых он ты беременна отсылаешь ему где-то видимо там снимаешь когда он пишет привет малышки я вас люблю бла-бла-бла а сейчас кто-то его надоумил сказать что это вообще не от меня скорее всего такое ощущение что не раздвоение личности почему же он потом полностью уже перешел на отрицание этого все и он не каждый день звонил что нам как ну как и по идее он звонил оказывается для того чтобы не просто поинтересоваться как там у меня дела а когда я уже быстрее вернусь в москву чтобы повезти меня к врачу какому врачу каком быстрее надо абортно делать пока там вообще никого нет никого нет полтора месяца там уже все есть там не он говорил там же сердца еще нет это просто верх гениальности прочитал видимо где-то для меня это дико но это как бы убийство как бы это убийство духовное вообще не знаю конечно может кто-то не верит я в это верю то что когда женщина делает аборт душа ребенка остается рядом с ней всю жизнь до конца привет как бы ты не дала жизнь тому существу который послал бог он говорил что я тебя как женщину уважаю я тебя конкретно уважаю за что за то что ты оставила ребенка моего и он мне сказал что я тебя не брошу что там нужно помочь хотя бы первые полтора года дальше я сама я стану ребенок уже будет садик ходить будет вот так все и он сказал да вообще не вопрос и вдруг какой-то момент он перестает деньги посылать или он и не начинал он молодой ветреный в башке какая ветренность 30 тысяч рублей перевести что это за деньги такие посмотри расчеты ковальски ну для него это как бы нужно напоминать свои лица аж-то еще такие деньги да там но для актера популярного это не деньги я ускала давай каждое 25 число ты мне будешь выслать 50 тысяч опять же таки я ему написала для того чтобы его дернуть я вас а либо давай тогда скажу может быть родителям твоим не знаю нет хорошо каждое 25 число грубо но я буду высылать 3 месяца по высылал высылал я ему за это благодарна я не говорю что он там какой-то мудак он высылал а потом вот просто в день рождения оливии я еду рожать пропадает саша и и больше не появляется кто-то вмешался значит это не бездобрых людей кто-то что-то подсказал сказал не просто слей да и все и забудь но получается что вот ты пришла предположим да то есть не ты пришла они тебя там долго искали насколько я знаю да ты просто дала согласие на и на эфир рассказать об этом ребенке ну расскажите что там у вас произошло с александром это такой правда служебный роман на площадке фильма но как если подвести правильную историю чтобы она не была опять таки перекручены да то есть если мы говорим здесь по правде то я в кино работала с такими актерами как головин самбурская рудова маша горбани и так 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 ребята давайте не будем скандалить пожалуйста давайте сядем и все обсудить нормальные люди и а на статья самбурской есть помощница они вот мы все там как бы общались мы гримеры и это они она всегда с нами ходила в общем это они как бы она узнала от моей беременности и она мне сказала что если что я тебя как-нибудь там не знаю помогут а может быть на телевидении вот мы подошли сейчас каким боком до относятся к этой ситуации настоя сам русская вообще вы приехали уже снимать на телевидении передачу уже все все было смонтировано и аня приехала ко мне просто давай поговорим и тут приезжают откуда ни возьмись настя будет я вот решила вот у меня такое предложение верю какое типа я тебе даю квартиру у меня вот квартира есть я в ней не живу сколько тебе там месяца 30 нормально тебе хватит пока попробую при этом ты типа не идешь на телевидении девочка моя ты решила помощь принять в итоге в тот момент я подумала ребенке естественно понимала что мне нужно где-то жить ну и я не мне показалось что это действительно искренняя помощь то есть человек реально предложил тебе помощь в обмен на то что она хотела прикрыть сашу головина от огласки этого всего перед людьми то есть заткнуть как бы тебе рот своей помощью заткнуть тебе рот не получилось ты все равно пошло на телевидение и она тебе сказала что выметайся из квартиры мне сказали ты нарушаешь условия и условия чего помощи если она прямо сама озвучит слово условия то значит это не помощь а этот сделка тогда не надо это называть помощью как я до последнего было и благодарны тоже до последние там говорят что я там не благодарна и те же сообщения почему она не показывает тогда когда я говорила что я молюсь за тебя я просыпаюсь и с мыслью благодарность с этим не спорю я наверное люди понимают что ты была благодарна потому что это это не все видимо на вопрос в том какой какая агрессия началась с стороны, после того, как ты пошла на телевидение. Просто шла. То есть человек и переменился полностью. И о какой помощи тогда идет речь? Человек показал истинное лицо. Но почему меня заинтересовала такая реакция Анастасии Саморуской? Потому что это популярный достаточно человек. И как бы она же адекватно должна отвечать за свои слова. Но то, что она пишет в соцсетях, это же не просто отвратительно, это неадекватно. Ее возмутило после того, как вышла в СМИ, в желтую прессу о том, что я пошла против Головина, подала алименты. Мне сразу пришло сообщение от Насти о посоветоваться. Что меня уже тогда уделило, почему я должна советоваться в принципе о своей личной жизни. Ну ладно, окей. После этого мне позвонила Аня. Человек меня там вот по полной отчитывал, как ребенка. Я тебе сколько раз сказала, на горшок нужно какать? Подожди, не плачь. Почему ты пошла? Ты не предупредила? Настя очень зла. Я говорю, я что-то понять не могу, ребят. То есть я решила пойти, разобраться со своей личной жизнью. Да, я выбрала такой метод через телевидение. И она сказала в конце о том, что и ты как-то могла обратиться к этой Гордон. Я же, у меня адвокат Гордон, Катя. Это же полный фейк, это же дура. Ну не сделала она аборт. Пусть он себе отрежет одно место. Какого черта мы должны... Катя, Катя. Нет, ну а почему? Почему она должна делать операцию? Гордон как раз таки мне и сказала изначально, что если действительно самбурская благодетель, и она действительно тебе помогает... Я просто поплопаю. Она сразу сказала, говорит, да я поменяю вообще к ней отношения. Но я почему-то уверена, если ты пойдешь на телевидение, то все разрушится. Вот просто вся твоя сказка вот так вот... Ну она это предполагала. В силу того, что доказательная база гигантская, я нисколько не сомневаюсь в успехе суда, иск подан. Вообще, конечно, бред сумасшедшего происходит, потому что, оказывается, еще есть женщины в стране, которые полагают, что подавать на алименты – это стыдно, устанавливать отцовство – это стыдно. Вообще, это глобальный стыд мужчины, который не берет на себя ответственность за собственные поступки, ребенка в частности. А стыда женщины тут нет никакого. Она борется за права своего ребенка. Потому что ребенок с прочерком в графе отцовства, он в два раза менее юридически защищен. Почему это вызывает удивление у каких-то артисток второго сорта, я не знаю. Почему подняли такой хай и оскорбляли Светлану, мне тоже непонятно. Все остальное в суде. Я просто хотел зачитать некоторые комментарии, которые в соцсетях. Хорошек много, естественно, люди же есть адекватные. Спасибо. Я правда сначала очень переживала, за что я пошла на эту передачу. Это жуть. Я понимала, что будет прям жестить. Мне столько пишут хорошего. Я вот прям всем-всем-всем, кто это пишет. Я прям, ребят, слава богу, что вы есть. Хорошие абсолютно естественные. Тебя нужно поддерживать, потому что это нормально. Но я хочу зачитать некоторые комментарии, которые плохие. Люди какие-то вопросы, ты можешь им ответить, либо сказать какое-то свое мнение, потому что у меня насчет некоторых комментариев, самого сомнения в адекватности этих людей. У нас реально люди вот так говорят, что ты дура в том, что ты не сделала аборт. То есть у нас есть такие люди, это адекватно. Их очень много, да. Вот про Самбурскую смотри. Самбурская, наоборот, помогала ведь. Она была против хайпа по поводу этой ситуации. Ну, я не знаю, хайпом бы это назвал. На самом деле, если бы не Самбурская, сейчас бы вообще спокойно прошла бы эта передача. Вывери бы Сашу на алименты, все было бы хорошо и вот хэппиэнт. Вот почти мои слова. Девочки, вы ебанулись? Одна пишет, надо было сделать аборт. Другая пишет, родила для себя, пусть и воспитывает. Вы чего, он обязан помогать? Сделали оба, расхлюбывает она одна. Это разве правильно? Мужчина, это... Вопрос, почему больше девчонок? Они поддерживают тебя по-женски, а наоборот говорят, что ты там раздвинула рогатки, ты там торговала своей вагиной, ты там хотела от звезды. Вот и получила. Так эту историю рассказала Самбурская. Ну, конечно, она же там целую поэму расписала. Такое ощущение, как будто Самбурская у меня стояла рядом с Сашей, под кроватью, вообще смотрела, как это происходило. Ну, она обозвелась, что ты, конечно, пошла против нее. Да ну, так как? Свет, смотри, ответь, пожалуйста, на это. Почему бы Светлане не пойти работать? Да у нее нет жилья в Москве, но у нее есть же родительский дом, пусть чешет туда, а не ждет халявных денег. У мамы моей есть жилплощадь, это коммуналка. И там, дай бог, чтобы ей одной было комфортно. Вот так бывает, помогаешь людям, квартиру предоставляешь свою жить. А потом они выставляют тебя говном на весь мир. Помогла тебе содержать ребенка 8 месяцев. 8. А сейчас ты льешь на нее грязь. И это все для тебя. А ты как-то выставляла говном? Вообще, я нигде. До сих пор я даже тебе говорю... Я не видел ни разу, чтобы ты высказалась на ее сторону. Я тебе не буду говорить о том, что я Самбурской благодарна. Даже вот за тот период, который у нас был, я ей благодарна за это спокойствие, за вот эту какую-то жилплощадь. Но я ушла от этого, потому что я не могу быть зависимой от женщины, да вообще от кого-либо. Ну что ж, я дура. Ну, я пошла ради ребенка на первые месяцы. Я понимала, что у меня просто безвыходная была ситуация. Но я шла на телевидение. Я понимала, что я как бы, в принципе, вот это меня и спасет. Я хочу обсудить сейчас вот, например, комментарий Анастасии Самбурской. Я хочу, чтобы люди вслушались в... Как сказать, как человек вообще мыслит, да? Кстати, квартирка сдается. 45 тысяч всего. Тульская, до метро пешком 5 минут. Ремонт свежий. Светка сильно засрать не успела. Мебель ребенком не грызена. Нет, просто это собака тебе, мебель ребенком не грызена. Какой перебор цинизма есть у людей, которых любят миллионы. Но если ты говоришь такие вещи, то ты же, значит, либо неадекватна, либо ты очень злой человек, либо ты вообще слуга дьявола, что ли. И смотри, она пишет дальше. Сразу же. Сама себе лайк даже поставлю за такой великолепный комментарий. Это читают дети 13-14 лет. Они мне пишут вот такие поэмы о том, что как ты могла не предохраняться, да ты должна была делать аборт. Может быть, к доктору этим людям все-таки надо сходить? Или что-то у нее с психикой ненормально? Вот как это вот? Ну вот что за ребячество вообще? Унитаз сперва пусть почистить, потом моим представителям беседует Грязнуля. Да, это вообще... То есть она выложила даже у себя в сторис, она там снимала унитаз, типа там какие-то черкаши, там ничего нет. Подожди, а я видел унитаз, эта съемка есть. Передайте ей, чтобы она вымыла унитаз, пожалуйста. Нет, а что с головой у человека, который выставляет унитаз? То есть это такое 11-12 лет, девчонки вот так бодают. Ну унитаз это жесть. От унитаза я вообще просто охренела, потому что там если посмотреть на плитку и на ванну, ну можно вообще... Там мой пол можно лизать. Самбурская жила бы своей жизнью. Зачем выставлять все это на все общее обозрение? Тем более фото ребенка. Она видео выставила. А под ним написано там, там, идите ванус, там такое, Гондон и Вилогурова. И при этом фото маленькой девочки. Видео ребенка. Грудной? Да. То есть для Самбурской это в порядке вещей? И все ее поддерживают из ее там подруг? В большей степени да. Хотя вообще как бы я не знаю, что Рудова, что Самбурская. Неужели они, ну они наверное не знают, но это же статья 137. Она удалила потом, она поняла, видимо, что ли? Нет, я написала жалобу официальную с предъявлением документов на Инстаграм и Фейсбук, да. Рудова говорит в своем сториз. Вот так вот пальчиком что-то машет там. Да. Типа кто это там, что-то вякает. Какая-то там гримёшь. Какая-то там, что она там говорила? Гримёшь какая-то там. Некая неизвестная Светлана. Некая неизвестная Светлана. И она конкретно унижает тебя своим тоном. Это чувствуется. Ну давайте, Ковальский. Хотелось бы обратиться ко всем там топовым блогершам, топовым инстаграмщицам. Из них очень много хороших людей, да, мы не будем спорить. Я обращаюсь, наверное, понятно, к кому сейчас. Вопрос такой, кто вам дал право на возвышаться над людьми? Вы заблудились вообще по жизни, что ли? Вам кажется, что вы безнаказанно можете на человека накидываться, ещё объединяться в какие-то друг друга, выгораживать. Вы не понимаете, что вы такого особенного сделали в жизни? То есть то, что у вас есть много подписчиков, это прекрасно. Вы популярные люди. Вы что, творцы какие-то? Может быть, вы в космос летаете? Может быть, вы формулу написали чудодейственного, какого-нибудь препарата, который спид лечит? С чего такие вы великие-то все? Ближе надо быть к людям. Вы даёте пример молодому поколению. Получается, что да, надо делать аборт. К чему вы вообще людей учите? Вы должны были поддержать девчонку с ребёнком, грудным, на руках, одинокую, без работы. То есть она намного сильнее и смелее вас получается, что она не побоялась родить ребёнка. Она не сделала аборт, как бы сделали вы. Вам больше 30 лет, у вас нет семьи, вы не родили ребёнка. Кто вам дал право кому-то пример ещё своей жизни предоставлять? За вас ещё кто-то вписывается. Вы сейчас поступаете, как школьница из американского фильма, которая, знаешь, там ходит королевы школьного балла. И такие, она не из нашей, тут с ней мы такие все очень красивые, мы встречаемся с спортивными парнями, у нас куча бабок. Это так смешно вообще. Где ваш ум? Вы же должны нести людям что-то хорошее, я насколько понимаю. У вас миллионы подписчиков, они вас смотрят и читают. Вы одумайтесь. Также нельзя крышу рвать. Откуда столько негатива к людям, да? То есть ещё друг друга поддерживать. И нужно было сказать, Саша, ты был неправ. Мы не с тобой в этой ситуации, ты же неправ. Зачем поддерживать человека, когда у вас должно быть чувство справедливости? Я вообще хочу сказать словами Джастина Бибера, немножко пожестче, конечно, но как бы в его очень известной песне, я надеюсь, вы понимаете английский. You should go and fuck yourself. Я хочу ещё вспомнить то, как высказался, например, Денис Косяков. О, да. Великолепный комик. Красавчик. Ведущий, телеведущий, актёр прекрасный. Смотри, он друг Головина Саши, да? Получается, что он ему говорит, опомнись другам, так нельзя. Есть семейные ценности. Саш, привет. Мне было довольно неловко записывать это видео, но я надеюсь, ты понимаешь, что я одинаково хорошо отношусь к тебе и к Свете. Я вас хорошо знаю, и эта ситуация действительно меня трогает. У тебя, Света, потрясающе красивая девушка, которая родила тебе замечательного ребёнка. И я понимаю, что это страшно. Это ответственность. И я бы очень прям настаивал, чтобы ты свыкся с мыслью, что у тебя всё-таки теперь есть семья, и понял бы, насколько это здорово. Потому что девочке нужен отец. Мне искренне хочется, чтобы у вас всё-таки закончился этот парад недопонимания, и семья объединилась. Катя Гордон, она будет защищать твои интересы, если дойдёт. Да, она защищает, да, сейчас мои интересы уже. Что-то позитивное в этой ситуации вообще есть? Кроме девочки Оливии, которую я видел и сегодня, и раньше. Но, во-первых, не будем скрывать, мы с тобой знакомы были раньше, мы тебя заказывали как профессионального гримера на съёмке клипа Джона Дайлера «Лето не будет». Это мой брат. И там мы с тобой познакомились. Ты не была беременной, ты ни с кем не встречалась, я не знаю, чем ты тогда занималась. У тебя было много работы. Почему? Я была беременна. Ты уже была беременна? Я не знала. А, ты ещё не знала? Ну, значит, не была, если не знала. Я тогда не знала. Вот, и у тебя было много работы, ты была постоянно занята, тебя рвали на части, платили хорошие деньги. Это тем, кто говорят, ты безработная брошенка, бла-бла-бла. У меня были намного выше люди, я красила и Билана того же. И у меня были звёзды, как бы, эмилация. Я Билана кормил с ложки. Да. А сейчас я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы выиграть 10 тысяч рублей. Вы должны просто сделать репост этого видео во всех соцсетях, в которых вы можете написать комментарии своё отношение к этой истории и в конце своего комментария написать «хочу десятку». И среди этих комментариев мы выигрываем человека, он выиграет 10 тысяч рублей. Удачи вам всем. В итоге, почему ты пошла на телевидение, то есть тебе же что-то сподвигло? У меня была бабушка, которая мне помогала всегда. Именно когда я родила, она сказала, Света, не переживай, давай, ну, сделаем так. Когда уже он пропал, говорит, я тогда буду высылать тебе пенсию свою. Ну, как бы, для меня это тоже была дикость, но она, как бы, искала все пути, как бы, меня, ну, защитить. Потому что, вот, опять же таки, никто не знает, какая моя беременность была. Я ходила каждый день, делала уколы в живот. Кстати, на уколы уходила в месяц 10 тысяч. У меня была сложная беременность, была тромбофилия. Помимо этого, у меня отказали все суставы, кисть, рук. Я не могла вообще, в принципе, руками ничего делать. Я гример, я барбер. Помогала мне при этом бабушка. Хорошо, а что сподвигло-то тебя все-таки рассмотреть предложение первого? Ее уход из жизни. Она умерла, Оливия была только исполнилась два месяца, и бабушка у меня умерла. И когда она уже в реанимацию поехала, даже бабушка мне сказала, говорит, Свет, я больше не потяну, скорее всего. Это было очень тяжко слушать. Я говорю, ба, успокойся. Я всегда ей так говорю, ба, давай, не начинай. А она мне сказала, что скажи мне на телевидение, ты сможешь заработать или как-то вот, не знаю, через интернет, что-то вот, если ты пойдешь в СМИ, ты сможешь вот какие-то деньги зарабатывать? Я говорю, я не знаю, я об этом никогда не думала. Пожалуйста, если прям будет все плохо, и меня не станет, иди. Правильно, что пошла. Я думаю, почему ты так долго ждала, и не в таком отношении, когда он по своими делам не занялся. Потому что у меня не было цели пиариться на этом. Так у тебя этой цели не было, когда ты даже пошла, у тебя была цель как-то себя обеспечить. Ну да. Они говорят, что я ушла разбогатеть, а я на самом деле ушла от зависимости. Я просто пошла рассказать на всю страну, чтобы знали, что есть такой Саша Головин, который ушел от ответственности, оставил меня одну. Ну почему у меня какая-то девушка, тем более актриса, его коллега, помогает мне обеспечивать его же ребенка. Потом я предложила ему, что давай я уеду в Краснодар. Я там жила 10 лет. Я говорю, давай я уеду туда, там дешевле будет. И питаться, и снимать квартиру. Я, наоборот, пошла ему на встречу, чтобы ему было легче. Если он не готов, ребят, если вы не в курсе, подписчики, кто-то смотрит, 50 тысяч в Москве – это на одного человека без ребенка. Это ничего. 30 тысяч – это квартира. 20 – окей, это еда с одеждой. Я не знаю, а ребенок – это другое вообще. Это, дай бог, вытянуть 50 тысяч. Слушай, ну он ни копейки же не давал, получается. Я Саше в январе месяце написала уже с таким жестким ультиматумом о том, что Саш, ну потому что он постоянно сливался. Он звонил, то он пьяный, то он в угаре, то ночью я беременна, я сижу, у меня вот этот колбасит, он там, я сейчас переведу, поэтому не переведу. Он ничего не переводил. Короче, меня это все достало. Я перед тем, как вот поехать рожать, я его, так скажем, настращала тем, что я говорю, давай, может быть, я маме позвоню, раз такая проблема у тебя. Но, скорее всего, вот это исподвигло, потому что, когда я набрала маму его, мы с ней даже не пообщались. То есть я представилась, как Светлана, и она сказала, да, здравствуйте, это Наталья. Я узнала у нее, можно ли с ней поговорить, она сказала, нет, сейчас не совсем удобно, и мы договорились пообщаться потом. И потом я не звонила, потому что я поехала рожать. И, соответственно, через две недели я попыталась это сделать по второй раз, так как Саши не было, позвонить ей, я была уже заблокирована. Отсюда и куча предположений того, что либо это мама сказала не общаться, либо это друзья настроили, либо оно все вместе. Ты веришь вообще в хороший исход? Да. Что ты хочешь от этого в итоге? Элементы 10 тысяч в месяц? Нет, я, наверное, хочу, чтобы в стране не было абортов. Это глобальная задача. Что бы тебя устроило в итоге? Чтобы он признал отцовство, платил деньги или вернулся в семью? Ты его готова сейчас была бы принять и жить? Нет. А как же ты живешь? Уже нет, уже после всего вот этого игнора и всего того, что он допустил, в принципе, он уже мог это предотвратить уже 350 тысяч раз. Что бы я хотела, наверное, да, чтобы человек исполнял свои обязанности. Обязанности. Иди, как мужчина. Все, я его не призываю сидеть с ней. У него появилась прекрасная девочка, которая может его только наоборот поднимать к этому. Я тебе, знаешь, я хочу, пройдет время, ей будет лет 7, она будет такой красоткой, он будет пытаться... Общаться. Общаться и будет хотеть быть ее папой. Слушай, что ты сейчас-то думаешь? Ты же знаешь, что так будет. Неужели есть человеку 30 лет в этом году? Он что, малолетка какой-то? Уже исполнилась. Я не знаю, почему ему никто не может подсказать. Я ему очень много раз писала о том, что Саша, я просыпаюсь в слезах, о том, что я вижу ее сегодня такой. Я знаю, что это не отмотаешь. Она не будет такой больше маленькой. Я ему говорила, приедь. Вот мы в Москве живем сейчас. Ну, приедь, хотя бы просто поздоровайся, познакомься с ней. Неужели не хочется? Маленькая. Ну, не будет же такой. Ну, блин, я не знаю, есть всякие люди по поводу того, когда вот... Ну, то есть, понять мне его вообще бесполезно, и ты его не понимаешь. Еще куча ребят, друзей, которые высылали деньги, не мне. Я открыла счет Оливии. Я на этот счет, ну, как бы оставляю эти все деньги ей. Я не иду в какой-нибудь там, не знаю, Том Форд покусать себе духи дорогущие, либо там пальто, такая классная. Я сижу там за счет самбурской, и тут мне еще друзья валят бабки. Ну, то есть, у меня нет такого в башке. Я не знаю, откуда злости столько говна. И этот Саша, он сидит, он сейчас отдыхает на Канарских островах. Его девочка, которая сейчас с ним общается, я не буду говорить, кто это. Я же не сужу его за то, что он живет так. Ну, доведи до ума это хотя бы. Не надо меня обеспечивать, ее обеспечивать нужно. Я себя обеспечиваю. Я выживала и не в такие моменты, и меня хоть об стену бей, как бы я буду стоять. Ребят, пожалуйста, свое мнение не обязательно здесь. В Инстаграме, если вы где-то увидите информацию об этом, оставьте свое мнение, заткните этих людей. Они подпитываются вот этим вот негативом друг друга. Они уже просто такие вещи спокойно говорят. Я вам сегодня объяснял примерно, какого уровня зашквар аморальности и циничности идет. И нужно обязательно в этом участвовать. Если есть адекватные люди, которые поняли ситуацию, как она есть, обязательно не будьте безучастными. Пишите не только здесь в комментариях, пишите, где бы вы не увидели информацию об этом. Пишите свое мнение. Если нас будет больше, мы хотя бы понимаем, что у нас общество адекватное. Конечно же, до всех это дойдет со временем, но будет уже поздно. За то, что ты делала раньше, будешь отвечать потом. Поэтому надо сейчас задумываться о том, что они говорят и кому они это говорят. И то, что у вас несколько миллионов подписчиков, внесите за это ответственность. Не учите этих людей подражать себе. Отличная работа, Ковальский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok